Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Оксана, я рада приветствовать вас у себя на изумрудной даче. Сегодня хочу поговорить с вами о том, можно ли обрезать метельчатую гортензию в фазе полного распуска листа, то есть практически летом, вот так, в конце весны. Мы привыкли, что обрезаем гортензию либо поздней осенью, без листьев, либо ранней весной, до сокодвижения. Далее все говорят, что надо подождать, когда развернется листик. Ну так вот, листик развернулся, что же делать дальше? Примером у нас сегодня будет служить куст метельчатой гортензии Селекшн. Так получилось, что я просто забыла его обрезать. Ну вот такое бывает. Но часто бывает такое, что человек поздно приехал на участок, заболел, не смог обрезать. И вот в начале июня мы подходим, видим огромный облиственный куст и думаем, ну что ж, обрезать буду, наверное, на следующий год. Но мне кажется, что мы с вами можем сделать это сейчас. Ничего страшного в этом нет. Да, конечно, растение уже потратило силы на то, чтобы заложить цветочные кисти на вот таком высоком необрезанном побеге. Здесь будут цветы, но они будут мелкие, короткие. И посмотрите, сколько их будет много, так как куст сразу не сможет прокормить хорошие большие шапки, а будет выращивать много мелких. Ну давайте посмотрим, что же у нас здесь. Вот основная толстая ветка. Вот тоже основная толстая ветка. И вот такие маленькие, это явно веточки. Видите, они все пробудились и дали много-много тоже росточков. Здесь тоже где-то будут какие-то цветочки и кисточки. Есть вот такие, смотрю, хорошие жирные ветки. Вот. Вот такие. Это идут откуда-то снизу. Мы сейчас будем куст расчищать. Да, конечно, обрезка сейчас это такой, можно сказать, экстрим. Но если все же вы опоздали по какой-то причине, или это у вас был запланированный эксперимент, то резать все равно нужно. Значит, укорачиваем вот этот ствол. Вот здесь я вижу какой-то побег. Сейчас мы попробуем просто слегка разгрузить куст. Вот. Дальше убираем вот эту большую-большую такую макушку. Здесь вот какая-то хорошая ветка. Сейчас обрежем на нее, посмотрим. Здесь у меня сегодня очень яркое солнце. Вот. Поэтому в камеру смотрю. Смотрите. То есть уже вот этим нижним побегом мы дали больше света. Соответственно, питание мы убрали. То, на что расходовала метельчатая гортензия, свои силы. И, соответственно, питание будет больше идти вот этим веточкам. Так. Здесь вот я вижу тоже, смотрите, вот веточка. На ней много побегов. Нужно ее укоротить. Так. Сейчас мы так сделаем. Вот. Смотрите. Конечно, это отличный посадочный материал. Летние черенкования. И хорошие-хорошие черенки. Так. Вот это тоже, видите, что-то лежит такое на полу. Оно мешает пропалывать. Ну и, соответственно, огромное количество маленьких веточек. Вот. Найдем, откуда идет веточка. Вот. Так. И вот здесь тоже, смотрите, вот это какая-то веточка. Она тоненькая. Можно вырезать ее совсем. Сейчас, знаете, в этой листве вот прям непосредственно какие-то почки отсчитывать я не буду. Просто уберу. Вот. Далее уже осенью, либо весной мы с вами все здесь подробненько посмотрим. Так. Ну и вот, смотрите, хорошенькая все, такой плотненькая. И что-то вот здесь тоже, видите, веточка. Она почти вся-вся проснулась. И поэтому ее пока просто укоротим. Тоже оставим, оставим несколько хороших веточек. Вот. Вот, смотрите, кривая ветка растет как-то внутрь, да. Там есть пониже вот-вот ветка. Там обрежем на нее. Вот. Выделяется, конечно, вот этот побег. Так как он наверху, ему будет больше питания. Вот. Здесь нужно будет еще немного понормировать. Смотрите, какая-то слепая точка роста где-то внутри. Не нужно. Вот, посмотрите, тоже такие слепые побежки. И здесь уберем, повыламываем. Вот. И все. И вот такой кустик оставляем. Он у нас обрастет. Тоже еще немножечко вот здесь понормирую. Побежки выровнятся. Вот. Вот этот, смотрите, побег идет центральный из земли. Он даст хорошую такую ветку в центре. Вот. На следующий год, я повторюсь, мы здесь уже все, все потом лишнее уберем. Но сейчас кустик оставлять без обрезки было, ну, просто кощунственно. То есть здесь у нас сейчас будет примерно где-то 10 хороших побегов. А так, ну, вот вы видите, что бы тут было. И поэтому не бойтесь резать метельчатую гортензию. Мало ли, какая была у вас причина для того, чтобы не обрезать. Возможно, этот куст у вас был вообще заготовлен на маточник. Вот. То есть подошли, забрали вот такой вот посадочный материал и оставили куст на цветение. Сейчас я покажу вам еще тоже куст фантом, который я обрезала намного позже. Тоже по срокам не совпало, поэтому все равно пришлось обрезать. Я покажу вам, как он уже оброс. Многие гортензии в этом году из-за сильных возвратных заморозков пришлось обрезать повторно. И вот этот куст метельчатой гортензии я обрезала тоже очень поздно в конце мая. Ну, потому что сверху все померзло, снизу померзло. Очень многих побегов я вырезала деревянных. И вот буквально две с половиной недели я убирала вот такие здесь замерзшие были ветки. И вот, смотрите, на голом стволике проснулись вот такие хорошие, смотрите, жирные побежки. Да, конечно, можно нормировать. Нормировать сейчас куст. Убирать вот эти лишние. Вот. Сейчас я делать это в прямом эфире не буду, потому что я буду забирать отсюда побеги на черенкование. Тоже была такая проблема в этом году, как вот подмерзшие почки или поврежденные вредителями. После обрезки тоже просыпаются, видите, вот парные такие вот по два-три новых побега из-за междоузли. Ну, каждый раз, каждый год метельчатая гортензия преподносит нам сюрприз. Ну, как говорится, каждый раз, как в первый раз. Вот. Хороший побег. Вот. А вот, видите, проснувшиеся такие молоденькие. Вот. Хорошенький будет кустик. Может быть, попозже зацветет, но все равно зацветет. Ну что, друзья, надеюсь, мой ролик был вам полезен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok